Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Диего Родригес де Сильва и Веласкес. С дачи Бреды. Испанская школа. Веласкес считается наряду с Муилия знаменитейшим из испанских живописцев. В ранней юности он уже выказывал страсть к живописи. Учился сперва у Франциска Херреры-старшего, а затем у Пачека. С 1622 года Веласкес переселился в Мадрид, где преимущественно стал писать портреты и сделался в качестве придворного живописца одним из приближенных короля Филиппа IV. Веласкес один из лучших портретистов всех времен и народов. Его портреты дают полную характеристику изображаемой личности и в то же время являются превосходными живописными произведениями, не имеющими себе равных по сочности мазка и благородной красоты красок. Среди произведений Веласкеса, которые до сих пор украшают музей Дель Прада в Мадриде, картина с дачи Бреда, известной под названием Лас-Ланзас Пикки, считалась прежде за самое значительное произведение мастера. В творении Веласкеса оно занимало приблизительно то же место, как ночной дозор в творении Рембрандта. Однако, подобно тому, как картина Рембрандта должна была уступить во мнение современных художественных критиков его позднейшими произведениями, точные сдачи Бреда пользуются ныне меньшей симпатией, нежели более зрелые произведения Веласкеса. Прежнее значение сдачи Бреда можно отчасти объяснить историческим интересом сюжета картины Веласкеса, тогда как в наше время к живописному произведению главным образом предъявляют требования чисто живописного характера. Тем не менее, рядом с этой сюжетностью, знаменитая картина обладает и такими художественными достоинствами, которые должны ей навсегда упорочить положение, если не главного, то, во всяком случае, одного из лучших произведений великого мастера. Превосходно скомпонована группа действующих лиц на красивом фоне дальней крепости, намекающей на предшествующие события. Прекрасен и колорит, а также мощная типичность испанских фигур, их воинственная осанка и тонкая психологическая обработка. Характерно для взглядов самого Веласкеса и передачи с самого исторического момента, достойная покорность побежденного и благородная снисходительность победителя. Дело в том, что это освещение сдачи Бреда принадлежит Сицелу Веласкесу. История передает ее иначе. На самом деле, Юстин Насаусский принужден был простоять целых полчаса на коленях на размытой дождем земле, прежде чем заслужить внимание надменного маркиза Спиноулы. Художник решился отступить от истины, не желая оставить на честь Испании этого позорного пятна, наложенного итальянцем кондотиером. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественной репродукции в фотогравюрах Бодей и Кнапа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа». Пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok